Всем-всем-всем приятного аппетита, дорогие друзья! Меня зовут Рисман, и в этом видео мы с вами снова продолжаем играть за разбойника в Майнкрафте. Под прошлым видео было очень много комментариев о том, что Рисман, ну пожалуйста, хватит играть за разбойника. Но еще больше было комментариев о том, что да, мы хотим видеть еще больше видео за разбойника, и поэтому вот вам новое видео, где я играю за разбойника. А комментаторы, которые написали эти самые комментарии, вы сейчас видите на своих экранах. Если ты тоже хочешь попасть в следующее видео, обязательно напиши в комментарии о том, что ты хочешь видео за разбойника, поставь лайк на это видео, и не забудь подписаться на канал и нажать клавишу колокольчика, и тогда ты станешь популярным и попадешь в следующее видео. В это видео мы с вами будем не просто играть за разбойника, а играть за самого настоящего пирата-разбойника. Мы прямо сейчас находимся с вами на корабле разбойников, а как видите, тут в принципе все есть для комфортной жизни разбойников. У нас есть несколько кают, у нас есть трюм корабля, где есть в принципе тоже все необходимое. Команда нашего судна не очень многочисленна, но все равно насчитывает порядка раз, два, три, четыре, пять, шесть, и я седьмой, семи бойцов. Значит, вот это у нас юнга, который всегда сидит наверху, но он почему-то решил слезть сейчас вниз. Он всегда следит за кораблями, которые находятся вокруг. Так, тут у нас, я как говорил, трюм корабля, здесь есть в принципе все необходимое, но в плане запасов у нас сейчас беда. У нас их осталось очень и очень мало, как вы видите, то есть практически ничего, чуть-чуть рыбы, чуть-чуть железа. Так, что у нас тут? Тут у нас, тут у нас, значит, это у нас казарма, не казарма, короче, палуба, в общем-то, на которой все могут поспать. Так, каюта, вот. Здесь лежит арбалет и немножечко снаряжения, но его тоже очень и очень что-то мало стало в последнее время. Так, но зато есть компас еще на всякий случай. Изумрудов тоже немного, и сегодня мы с вами отправимся грабить корабль жителей. Но, знаете, что произошло? А дело в том, что одно из с нами шедших судно разбойников, потому что у нас не только наше судно разбойников, было еще одно судно разбойников. И, как видите, оно вступило в схватку с этими самыми разбойничками, точнее, разбойники вступили в схватку с жителями, и жители их корабль уничтожили. Мы с вами не будем отправляться туда на своем корабле, потому что это неудобно, и не хочу подвергать свой корабль опасности. А я, как самый настоящий капитан, отправлюсь на разведку этого судна в одиночку. Может быть, там кто-то остался еще живой. Нам нужно будет спасти этих ребят. Давайте поднимемся на самый верх, посмотрим, может быть, мы увидим какие-нибудь корабли еще вокруг, и, может быть, мы будем к ним плавать. Так, тут у нас есть один корабль, я не знаю пока что чей. Это корабль, который идет спереди нас, это корабль тоже разбойников, но они уже ушли достаточно далеко, поэтому нам гораздо ближе будет до разбитого судна добираться. А это, кстати, я не знаю, чей корабль. Я думаю, что мы узнаем чуточку позже, может быть, об этом. Так, ладно, давайте спустимся, возьмем всю экипировку и отправимся туда на шлюпки. У нас есть вот такая вот шлюпка, на которой мы можем доплыть, по сути, до любого корабля, не подвергая свой основной корабль опасности. Это у нас моя комната, комната капитана. Здесь я нахожусь, отдаю всякие приказы о том, куда плыть. Вот, кстати, на карте видно разбитое вот это вот судно, вот оно, красный квадратик, вот этот оранжевый. Это то самое судно, куда мы сейчас с вами отправимся. Давайте посмотрим, что у нас тут осталось. У нас тут есть немножечко железной брони, она нам тоже пригодится. Железные слитки, но, ладно, с едой мы тоже разберемся. Давайте наденем на себя броню, чтобы в случае какой-либо опасности не сразу умирать. Так, потом что у нас тут? Есть арбалет, есть, ну, немного, но все же есть стрелы для него. Так, и есть немножечко еще покушать. Компас, компас. Ну, давайте, кстати, возьмем компас. Он всегда будет указывать на наш корабль, чтобы его ни в коем случае не потерять. Так, как я говорил, отправляемся на спасательные шлюпки. Мы ее сейчас сбросим в воду. Пым! Все, она упала в воду у нас. И теперь мы можем в нее сесть. Так, давайте теперь поплыли. Поплыли. Ого! Тут, кстати, знаете, в чем дело? Тут очень-очень много утопленников, которые, кстати, нас тоже немножко недолюбливают. Поэтому главное с ними не вступить в бой. Я надеюсь, там хоть кто-то останется живой и расскажет нам, что же там произошло. Почему этот корабль разбился? И, может быть, он налетел на айсберг какой-то? Или что-то еще? Ох, я даже не знаю. Ладно, посмотрим. Может быть, кто-то все-таки есть живой. О, черт! Я, кажется... Я, кажется, вижу... Офигеть! Ой, что это? Фу! Блин, это... Это головы! А, черт! Блин, не, походу, ребят, тут живых никого уже и, собственно, не осталось. Да? Да, походу, никого в живых здесь не осталось на этом корабле. Ох, ладно. Давайте посмотрим, может быть, что здесь осталось по ресурсам. Так, что тут в бочке? Тут у нас железный слиток, лазурит. Больше ценного ничего нет. Нам нужно забрать все ценные ресурсы, которые остались на этом корабле. Но, скорее всего, если его уничтожили жители... Ага, вот он! Вот он, походу, тот самый корабль-житель. То они, скорее всего, забрали преимущественно все ценные ресурсы, которые нашли на корабле. Вроде как на этом корабле что-то было, но я точно не знаю, что. Угу. Что в этом сундучке? Тут у нас... О! Тут есть быстрая перезарядка. Здесь есть дубовая лодка еще одна. И есть еще много стрел достаточно. Это хорошо. Так, золотой слиток нам тоже пригодится. И давайте раковину на Утилиуса тоже заберем. Так, что у нас тут? О! Тут есть пузырьки опыта. Походу, жители не увидели их и не смогли забрать. Ну, точнее, просто не заметили их. Ладно. У меня есть арбалет. Я видел тут наковальню. У меня теперь есть быстрая перезарядка. Я предлагаю вам, знаете, что сделать? Зачаровать арбалет. Но... А сколько нам для этого уровня-то надо, а? Мне интересно. Мне интересно. Требуемый уровень 3. Ладно. Используем немножечко пузырей опыта. Все. Отлично. Теперь этого хватит для того, чтобы зачаровать наш арбалет на быструю перезарядку 3. Все. А вот теперь мы с вами отправляемся на абордаж того самого корабля-жителей. Скорее всего, по моим предположениям, здесь кто-то совершил диверсию. Потому что, судя по обломкам, корабль просто-напросто взорвали. Его не просто там что-то сделали. Его реально просто-напросто подожгли. Так. У нас есть железный слиток. Может быть, мы еще где-то кремень найдем. Я даже не знаю. Но если бы я нашел кремень, было бы шикарно. Я бы сжег просто корабль-жителей потом. Ладно. Давайте мы с вами теперь отправимся на корабль-жителей. Нам нужно это сделать максимально незаметно. Поэтому мы к нему будем подходить сзади. Скорее всего, на этом корабле есть железные големы. Может быть, там еще кто-то из пленных остался наших. Кстати, может быть, часть команды они взяли к себе в плен. Мы это посмотрим. Я надеюсь, что там мы тоже кого-нибудь встретим из живых разбойников. И они нам скажут, что к чему, в общем-то. Ну, ладно. Для начала нам нужно будет разобраться... Так, я уже вижу, что здесь-то... Где моя подзорная труба? Ага. Я вижу, что там есть железный голем. И я вижу, что там достаточно большое количество жителей. Нам нужно подплыть максимально незаметно. То есть, это нужно делать вот где-то вот с этого угла. Так. Так-так-так-так. Так, житель, походу, меня сейчас увидит. Не-не-не-не-не. Смотрите, на меня никто не смотрит. На меня никто не смотрит. Оба. Все. Тихо. Тихо. Тихо, ребята. Тихо, ребята. Так, может быть... Тут железный голем. Там железный голем внутри. Так-так-так. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Тут тоже жители. Тут тоже жители. Ммм. Может быть, я смогу как-то в окошечко пролезть? А хотя ладно, фиг с ним. Я думаю, самое время просто-напросто брать это судно на абордаж. Так. Главное не упасть с этой лодки. Давайте мы будем атаковать железного голема. Ага. Ой. Нет, 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 плыви, а он упал мне на лодку, а чёрт. Так, я возродился обратно в своём корабле, и мне нужно срочно плыть туда, потому что там мои ресурсы, мне их нужно забрать. Голем просто-напросто упал мне в лодку, и был со мной в лодке, я абсолютно ничего не мог сделать. Вообще, по правилам, я, наверное, должен был всё-таки, ааа, куда все делали, куда моя вся команда делась? А, наверное, меня бы поехали искать. Ладно, мы с вами сейчас возьмём немножечко, возьмём немножечко мачты, и используем её для того, чтобы скрафтить себе лодку, потому что у нас нет дерева, абсолютно нет дерева. Я не знаю, куда оно всё делось. Так, нам нужно взять, так, 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 о, всё, лодка готова, лодка готова. А почему она не ставится? О, всё, теперь мы с вами плывём в ту сторону. Ну, это, я, это просто жесть. Голем упал ко мне в лодку. Ааа, это, это, это какая-то фигня, реально какая-то фигня. Я уже практически подплыл к этому судну. Посмотрим, что там с железным големом. Насколько я помню, они абсолютно не умеют, да, он не умеет плавать, и он упал под воду. И, походу, скоро, скоро сдохнет. Ладно, он нам теперь опасности не представляет, нам нужно, главное, забрать свои ресурсы, которые мы здесь оставили. Так, тут у нас есть броня, даже, блин, если бы у меня не было брони, он бы, наверное, меня с одного удара просто выкосил, и всё. Так, посмотрим, что у нас тут есть по ресурсам, что-нибудь... Так, а где мой арбалет, собственно, и где мои стрелы? Ааа, я вижу, что вот здесь вот что-то плавает ещё, тут ещё стрелы мои плавают, тут ещё стрела плавает. А арбалет-то мой куда делся? Э! Э, дельфины! Так, походу, дельфины решили поиграться с моим арбалетом, и куда-то его, ну, это, утёк он, короче, куда-то. Ладно, посмотрим на дне, мне прям очень интересно, может быть, оно на дне где-то лежит. Так, тут у нас есть уголь, уголь, кстати, нам нужен будет. Да, голем мне опасности сейчас не представляет, потому что он не умеет плавать. Так, так, тут у нас тоже... Ой! Ой! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Так, блин, я потерял свой арбалет, вы представляете? Мой арбалет потерян. Я не знаю, куда я его делал, честно, не знаю, без понятия вообще, куда он мог улететь здесь. А, вот они, вот они мои части ресурсов ещё, они под кораблём застряли. Всё, отлично. А вот теперь мы с вами начинаем наш абордаж. Тут у нас больше, я так понимаю, железных големов нет. А, здравствуйте, здравствуйте, жители, здравствуйте. Так, в ту комнату я не пойду, я знаю, что там железный голем. Получай, получай. Ага, ага, что вы думали, я вас не найду? Что, всё, без железного голема ничего не можем? Ну, конечно, у вас там второй есть, но... А как он оттуда выйдет? Он же закрыт. Так, получайте, получайте, получайте. Ох, блин. Кстати, может быть, не сжигать этот корабль, а оставить в качестве своего и набрать новую команду? Почему бы нет? Потому что та команда куда-то от меня решила смыться, походу. О, блин, тут ещё одна голова. Блин, они, походу, ещё казнили одного разбойника. Ужас, блин, ужас. Это самый-самый страшный корабль, на котором я побывал. И, наверное, лучше на нём не оставаться. Раз тут убивают разбойников, это не очень, скажем так, в плане... Ну, короче, не очень приятно будет находиться на таком корабле, если честно. Так, сейчас мы с вами, со всеми жителями разберёмся, которые здесь есть. Так, больше никого здесь нету. Так, тут ещё парочка жителей. Ещё парочка жителей. Ну, не арбалетом. Так, ладно, уже мечом добью их. И полети, лети в воду. О, всё, он упал в воду. И, походу, его там сейчас дельфины сожрут. Не знаю, насколько дельфины жрут жители или нет, но в любом случае. Так, тут у нас есть изумрудики. Изумрудики, это хорошо. Ага, так, тут, может быть, что-то ещё есть тут у нас. Ого, мы покинули тайгу деревни. День 25. И наш путь идёт на юг. Ага. Наш, наше, наше судно, короче, пустое и так далее. Ого, офигеть, сколько здесь всего? Ладно, возьму на досуге, почитаю, как же они столкнулись с нашими разбойниками. Я думаю, что это будет интересненько почитать, перевести и изучить, что там к чему. Так, тут у нас есть ещё один железный меч, ещё что-то. И бутылочка, ладно, бутылочку воды тоже заберём. Тут больше, а больше ничего и нету здесь. Ладно. Ага, походу, теперь мы сейчас сами спускаемся в трюм. Здесь, думаю, что будет побольше ресурсов. Так, тут у нас, о, здесь у нас очень много еды. Еда, ребята, это хорошо. Еда у нас здесь есть, её много. Ага, так, тут, о, тут тоже еда есть, это хорошо. Много еды, ну, короче, мало еды не бывает, ребят. Поэтому мы с вами забираем абсолютно всю еду, которая здесь есть, и железный меч нам тоже пригодится. Так, 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 а теперь что нам делать? А теперь нам что у нас сейчас тут делать? Ну, нужно, опа, давай, давай. Оп, оп. О, а ты застрял, ты застрял, дружище. Ну, ничего, сейчас мы с тобой по-быстрому. Раз, два, три удара, и всё, от тебя ничего не осталось. Так, ну, что ж, дорогие друзья, я думаю, что наш корабль успешно захвачен. Значит, не наш корабль жителей. И тут есть, о, тут, о, ещё одна голова. Блин, походу, он сюда зашёл, а тут был, о, фу, блин, ужас, ужас. Так, тут, о, изумруды. Ребята, наконец-то мы нашли те самые изумруды, за которыми гнались разбойники. Ну, что ж, дорогие друзья, я думаю, что на сегодня ограбление этого корабля окончено. Кому это видео понравилось, обязательно ставьте лайк, пишите комментарии, что ждёте продолжения своего выживания разбойника или разбойника-пирата в Майнкрафте. С вами был я, Рисман, всем удачи и всем пока-пока. О, а то, кстати, жители дезертировали. Ну, ничего, сейчас мы с ними по-быстрому при помощи моего арбалета расправимся. Субтитры сделал DimaTorzok